Железная логика Смена власти в 2012 году Может даже и больше Это я одного из грузинских политологов Комментирую Действительно внесен повторно Проект закона об инагентах Он очень прост Неправительственные организации И СМИ Которые получают финансирование Из-за рубежа Более 20% Должны зарегистрироваться в специальном реестре И подавать финансовую отчетность раз в год Ничего сложного Ты работаешь на деньги иностранных Каких-то спонсоров Будь добр, читайся об этом Для того, чтобы люди понимали Являешься ты агентом влияния Не являешься в Грузии или нет Прошлое внесение этого закона Проекта вызвало бунт в Грузии Оппозиция штурмом брала парламент В итоге отменяли Сейчас вновь вернулись к этому вопросу Тем не менее в США уже были окрики По-моему Блинкин заявил Что это нарушает значит все законы Хотя списан он Американского закона Об иноагентах Все значит законы Все нормы международного права В общем бла-бла-бла-бла-бла В Европе заявили Что тем самым Грузия может закрыть себе Светлую дорогу в Евросоюз Но грузинские власти Которые действуют в своих интересах Они настойчиво Скажем так продвигают Эту идею Несмотря на то что И в США обеспокоены И в Европе обеспокоены И оппозиция Тут какой-то еще Альтернативный проект Закона об иноагентах С акцентом якобы на борьбу С российским влиянием Тем не менее Еще раз повторю Чего начал Грузия впервые подняла голос Против США и Европы Да Закроет себе светлую дорогу В темный Евросоюз Но тут такая штука Я считаю Что если что-то И значит Поднимать голос Да То именно сейчас Самый хороший момент Потому что Предвыборная ситуация В Америке Очень Нестабильная Вот Кто там будет дальше Непонятно Очень может быть Что как раз Вся нынешняя администрация Свалит Первое Второе Им сейчас не очень Вообще до того Чтобы кем-то там заниматься Так вплотную Прям да совсем Вот поэтому Если уж что-то Такое проворачивает То сейчас Как раз Для этого Я думаю Самое подходящее Время Это так Заметки на полях Это первое Второе В чем собственно говоря Проблема в том Что на самом деле Во многих постсоветских странах Фактически сложилось Особенно в тех Которые там Декларируют свою приверженность Западным ценностям Фактически сложилась Параллельная власть Эта параллельная власть Она значит Выражается С одной стороны Конечно Так сказать В конкретном лобби В коридорах Этой власти Людей Выпускников Всяких разных Условно говоря Соростских программ Всевозможных Стажировок И прочее А с другой стороны Она Опирается на Целый сектор экономики Из разных Непролистных организаций Много-много лет Существующих На Американские И европейские Гранты Причем Особенно в маленьких Странах Таких как Грузия Это реально Проводилось Почти в какую-то Сферу экономики Потому что Таких людей Десятки тысяч Десятки тысяч Людей Они годами Десятилетиями Даже с 90-х годов Живут На деньги Которые они Получают Из Европы И Америки В обмен На некую Политическую Общественную деятельность Отвечающую Интересам Заказчиков И эти люди Там очень хорошо Укоренились Очень хорошо Уселись И конечно Просто так Отдавать свои позиции Не хотят Не собираются А фактически Они являются Таким вот И медийным И общественно-политическим И экспертным Лобби Которое проталкивает Западную повестку В этих самых странах И в какой-то момент Они становятся Реально просто Серьезные проблемы Скажем там Я вспоминаю Вот эту Революцию тюльпанов 2005 года В Киргизии Мне там Пришлось Как раз быть В это время Я лично знаю Этих бывших президентов Этих Киргизских И так далее Но могу сказать Что там Вот это лобби Из неправильных организаций Проамериканских Проевропейских Они сыграли Очень серьезную роль В том Что просто Тупо Был совершен Государственный переворот Вот собственно И все Они очень серьезную роль Сыграли Они вот так Тоже Акаев Экс-президент Развел Вот эту дружбу С Западом И в итоге Там их были Не десятки А сотни Этих организаций И их всех Очень неплохо Задействовали И в расшатывании Тогдашнего Политического режима И потом в установлении Другого Дальше там События развивались По своей конве Но тем не менее Такая же ситуация На Украине Все эти годы Происходила И вроде бы Даже знаете Тот же самый Президент Акаев Он был вполне себе Дружелюбно настроен В отношении Америки В отношении Европы Но вот не устраивал Нужен был еще более Такой вот Вообще там Марионеточный В конечном итоге У них это не очень получилось Но вот Ситуацию они расшатали Значит И такой вот Уличный захват власти В итоге обеспечили В Грузии Ситуация С этими НПО Она тоже Очень такая Тяжелая Потому что фактически Это Структура параллельной власти Ну и вот попытка Попытка от них избавиться Или хотя бы Даже не избавиться А хотя бы Вывести их чуть-чуть На свет Ведь там же Речь не идет о том Чтобы всех их там Пересажать Перестрелять Или выгнать из страны Речь идет просто То что обозначить Да Но даже это вызывает У них Жуткий протест Хотя Действительно Да вы право Правильно вы заметили По сути Как и у нас Это просто Вот перевод С этого С American English Так сказать Да Перевод С американского закона Просто почти Что слово в слово Но вот В Америке Такой закон Как бы он соответствует Норму международного права По мнению Блинкинах И всех остальных А вот в России Там в Грузии Или еще где-нибудь Нет Он не соответствует Никак Ни в коем случае Несоответствует Почему Потому что в Америке Вам никаким там Пророссийским НПО Работать не дадут Ни за что в жизни Да А вот вы давайте Вы давайте Значит Обязаны это обеспечивать Но здесь тоже Такая вот позиция Понятна Хозяева мира мы Поэтому то что можно нам То нельзя вам Вот Ну и ясно Что вот это стремление Условно говоря Хотя бы людей этих Вывести на поверхность Да Оно и И даже это Вызывает у них Жуткое раздражение И они вот Тоже как будто Всякие Инспирированные Такие протесты Обеспечивают Хотя казалось бы Но официальный курс Грузинского государства На интеграцию В Евросоюз На сближение Так сказать С западным миром На все эти ценности И если ты Этому способствуешь Чего ты боишься Да Ну нет Они на самом деле Понимают прекрасно Что речь идет о том Что им платят За то Что они являются Проводниками интересов Другого государства И поэтому Они не хотят Чтобы кто-нибудь Про это знал Да Поэтому это неудобно Потому что сразу Да Твое Реноме Что называется Да Здесь подвергается Подвергается Какому-то Какому-то Ущербу Вот И вот Вот такая там Коллизия Вот это сложилось Да Они там уже делают Второй заход Вот на этот закон Не знаю До этого Их там очень Жестко Одергивали И одернули В итоге Из американского посольства Просто вот напрямую Буквально Американское посольство Фактически устроило Волнение студентов По этому поводу Скубентов Что называется Да Вот Посмотрим сейчас Получится или не получится Вот И говорят Там американцам сейчас Как бы немножко Не до этого Ну хотя Какая разница До этого не до этого Система работает Структуры действуют И так далее И так далее Да Там вы упомянули О законе То есть Об альтернативном Проекте оппозиции Который там Все укошит В сторону России Но я могу Ответственно заявить В Грузии не осталось Ни одной организации Связанной Действительно Реально связанной С Россией Поэтому я не знаю Что они там Что они там Так сказать Хотят Так что значит Против российских Да А против Условно говоря Англо-американских Европейских нет Они получатся Потому что Российских просто нет Вообще Их там просто Не существует Но в альтернативном Позиционном Законопроекте Об иноагенте Там уже Предлагаются Вести уголовную Ответственность Для лиц Которые И организации Которые пытаются Изменить цели Внешней политики Грузии В интересах России Вот Здесь Если В правительственном Законопроекте Просто обозначите Что вы получаете Финансирование Из-за рубежа Здесь Нет сажать Вот не дай бог Мы заподозрим Что ты там В каких-то интересах Россия Все будем Тебя сажать Вообще Удивительно Что Вот эта Прикормка Вот этих Неправительственных Якобы Оппозиционных Организаций Это же Не какие-то Астрономические Суммы Там Десятки Миллионов Долларов Это не миллиарды Не покупают Все правительство Не покупают Страну Дают Понемножку Понемножку Для того Чтобы эта пена Периодически Поднималась И мутила Весь котел Что называется Но прикармливают Конкретных людей В том-то и дело Я говорю Что это стало Для них Просто Для многих Это стало В течение десятилетий Просто источником дохода Иногда единственным И основным Больше Ничего делать не умеют Поэтому Занимаются вот этим Им очень неплохо живется Кстати у нас Тоже Довольно долго Просветала Условная Какая-нибудь Академическая Тусовка Которая Десятилетиями Жила На конференц Туризме И на грантах Которые они получали Особенно В гуманитарной сфере На грантах Которые они получали Чтобы такие-то И какие-то программы Образовательные вести В результате Мы на самом деле Чуть-чуть не потеряли Вообще высшую школу В этом смысле Я имею ввиду Как бы В целом Высшее учебное заведение Да и сейчас Проблем немало Потому что Все там затрепыхались Вот как же Они так Неплохо себе Там приелись Что называется Да Условно говоря Раз в полгода Куда-нибудь там съездить А то и чаще Написать какую-нибудь статейку Получить за это грант Ну и нормально Плюс зарплата Из вуза Плюс еще что-нибудь такое Ну и живешь себе Как бы да И это самое Не жужжишь Вот То есть на самом деле Американцы Они очень хорошо работают Как раз вот На уровне Личных интересов Да И поэтому Они понимают Что купить конкретных людей Всегда легче Чем условно говоря Дешевле Да дешевле И легче И дешевле Да А они Так как для них Это способ жизни Они будут за это биться Значит руками и ногами Потому что Как бы для них Это вот конкретный Их вот личный Меркантильный Конкретный интерес А вот Но еще В чем проблема Вот этих маленьких стран В том числе По-советски Они вроде как Очень много любят Говорить про независимость Но их главная проблема В том Что они не доросли До такой независимости В которой есть Понимание Своих суверенных интересов Поэтому они все время Болтаются между тем Что мы должны быть Или за Россию То сказать Или за Америку Да Дело в том Что сама По себе постановка Вопрос такая Она свилистывает О незрелости О том Что реальные Национальные интересы Просто тупо Не сформулированы Поэтому вот это постоянно Тихотомия А если вы вдруг Что-то сделаете А это выгодно России Так нельзя А если вдруг Что-то сделаете А это выгодно Америке И так так сказать Нельзя Или наоборот Так можно Да То есть они все Вроде как Независимости получили А реально независимыми В голове Не стали Не стали То есть речь не идет Вообще об интересах Грузии Речь идет о том Куда интересы Грузии прилепить Значит можно их прилепить Или к интересам России Или к интересам Америки И вот в этой вот вилке Они собственных интересов Никогда не найдут А для того Чтобы сформулировать Собственный интерес Да Ну надо стать По-настоящему государством По-настоящему государством И иметь убеждение Надо иметь убеждение Надо иметь Так сказать Какие-то идеи Надо иметь Некие так сказать Ценности А вот это вот получается Условно говоря Так сказать Постоянный поиск Поиск того От кого же получать деньги В этом тоже их проблема Ну не знаю Посмотрим за грузинским парламентом Да Что он там Сможет он это осилить Не сможет Ну да Железная логика